Всем привет! Меня зовут Даша и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам расскажу про свой топ 5 самых классных рабочих средств среди корейской уходовой косметики. Я все эти продукты безумно сильно люблю, я с огромным удовольствием ими пользуюсь, и поэтому я уверена, что эти продукты точно заслуживают вашего внимания. Но перед началом, конечно же, не забудьте про подписку на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео с честными обзорами и самыми полезными подборками продуктов. Здесь такие видео выходят регулярно. Ну а в знак поддержки под этим роликом обязательно поставьте свой лайк и напишите абсолютно любой комментарий, потому что такие простые действия помогают видео выйти в топ. И начну я свой сегодняшний хит пару от корейской косметики с гидрофильного бальзама от бренда Heimish. И мне кажется, это просто самое популярное средство для демакияжа, и продукт на самом деле очень крутой. У него очень густая консистенция, и при контакте с кожей он превращается в масло, в результате чего расход у бальзама выходит очень экономичным, потому что для демакияжа вам нужна буквально небольшая горошинка средства. Бальзам справляется с макияжем абсолютно любой сложности, то есть он растворяет любые текстуры, это и водостойкие туши, это и какие-то суперстойкие гелевые карандаши для глаз и для губ, это и какие-то суперстойкие матовые тональные основы. То есть он совсем справляется, ему все продукты по плечу. Также бальзам абсолютно не раздражает слизистую глаз, по крайней мере мои глаза на него реагируют прекрасно, точнее они вообще никак на него не реагируют. И еще, лично у меня, например, этот бальзам не оставляет никакой пелены на глазах, но я знаю, что у некоторых девочек эта пелена образуется, я не знаю, с чем это связано, но по крайней мере на себе я такой проблемы не замечаю. Этот бальзам абсолютно не забивает поры, но здесь самое главное запомнить, что после него, так же как и после абсолютно любого средства для демакияжа, нужно обязательно умыться с помощью пенки или геля для умывания, тогда проблем с кожей не будет никаких. Повторюсь, я просто обожаю всем сердцем этот бальзам и рекомендую хотя бы раз в жизни его попробовать, потому что, возможно, вы в таком же восторге останетесь, как и я. И сейчас такой бальзам можно купить за 1100 рублей. Со следующим средством я познакомилась буквально недавно, но оно прям как-то сразу попало в мое бьюти-сердечко. И речь идет про пенку для умывания от бренда Benton. Производитель пишет, что у этой пенки гипоаллергенный состав, что она подходит абсолютно любому типу кожи, даже чувствительному. Но я в составы не лезу, вы знаете, и поэтому здесь остается поверить производителю на слово. Сама пенка по консистенции такая густоватая, но эта вот консистенция, она супер круто пенится. И в результате у пенки получается очень экономичный расход, потому что для умывания, для создания этой самой пенки, нужна прям маленькая горошинка средства. Что касается очищения, то пенка справляется со своей задачей на отлично, она прекрасно очищает кожу. Лично мою комбинированную кожу она не сушит и не стягивает, но я думаю, что все-таки для сухой кожи пенка будет немножко жестковатой. Я думаю, что все-таки немного она будет ее подсушивать, но возможно я ошибаюсь. После умывания моя кожа супер чистая, гладкая, мягкая. Сразу хочу сказать, что пенка практически до скрипа очищает кожу, и если вы не любите такой эффект, то скорее всего вам эта пенка не подойдет. Лично для меня у нее нет никаких изъянов, нет никаких минусов, моей коже она прекрасно подходит, и поэтому сегодня эта пенка, конечно же, попадает в мой топ-5 средств. Что касается стоимости, то сейчас в Литуаль такая пенка со скидкой стоит 810 рублей. Следующий на очереди у меня очень интересный продукт, и это кислотная сыворотка с тингл эффектом от бренда Soul Natural. Давайте сразу же мы с вами познакомимся с этим тингл эффектом, потому что лично я ничего о нем не знала. А тингл эффект означает, что после нанесения сыворотки на кожу вы почувствуете легкое покалывание, пощипывание и ощущение тепла. Продукты с тингл эффектом способствуют расширению капилляров в верхних слоях кожи, усилению подкожной микроциркуляции, и, как следствие, более глубокому проникновению активных компонентов косметического продукта. Вот, пожалуйста, напишите в комментариях, слышали ли вы что-нибудь об этом тингл эффекте, потому что я, честно, до этой сыворотки вообще даже не знала, что есть такой эффект. Что касается самой сыворотки, то мне кажется, что отдаленно она что-то нам напоминает, а именно легендарный кровавый пилинг от бренда The Ordinary. И просто посмотрите на упаковку, То есть эти продукты оба в таком матовом стекле, они оба такого специфического оттенка. Кровавый пилинг, соответственно, имеет такой оттенок кровавый. Эта же кислотная сыворотка, она более такого баклажанового цвета, но, тем не менее, сыворотка не прозрачная, она не белая какая-то, она не желтоватого оттенка, она именно такого вот баклажанового, и отдаленно этот оттенок что-то нам напоминает, да? Ну, правда, прям, ну, похожи эти два продукта. И мне кажется, что вот эту вот сыворотку от So Natural создавали как раз-таки, как некий корейский аналог вот этому легендарному пилингу. Ну, потому что совпадения прям вот явно не случайные здесь. В составе этой кислотной сыворотки содержится 19,6% гликолевой кислоты и 0,27% молочной кислоты. По консистенции сыворотка жидкая, как я и сказала, оттенок у нее такой вот баклажановый, по коже распределяется хорошо, в принципе, действительно оказывает этот самый тингл-эффект, то есть как только вы наносите эту сыворотку, вы сразу же начинаете ощущать вот это вот пощипывание, покалывание, оно терпимое, и сыворотку нужно держать на лице только минуту, и, соответственно, в принципе, эту минуту можно перетерпеть. Этим, кстати, сыворотка отличается от пилинга от Ordinary, потому что пилинга от Ordinary максимум нужно держать 10 минут, а здесь всего минуту. По своим свойствам сыворотка действительно очень сильно напоминает пилинг, потому что она очень круто отшелушивает кожу, она очень круто выравнивает общий тон лица, она помогает побороться с какими-то высыпаниями, она помогает осветлить какие-то пигментные пятна, следы постакне, и в целом сыворотка очень круто работает с рельефом кожи, то есть она его выравнивает. Единственное, я не рекомендую использовать эту сыворотку на чувствительной коже, потому что она, опять-таки, пощипывает и покалывает, и чувствительному типу будет максимально с ней некомфортно. Стоит сейчас вот такая сыворотка в магазинах корейской косметики по 1500 рублей, я ее также видела на Озон, но на Озоне она стоила, по-моему, 200, и это слишком дорого? Нет, не покупайте там, лучше посмотрите в корейских магазинах. Следующий продукт — это еще одна моя находка, и прямое попадание в мою бьюти-сердечко. Я обожаю этот продукт так же, как я обожаю гидрофильный вайзам от Хеймиш, и речь идет про крем-эссенцию с чаем комбуча от бренда Dr.Curicle. Это просто что-то невероятное. Один этот продукт заменит вам сразу три уходовых средства — это тонер, сыворотку и крем. В жаркое время вы можете использовать только вот эту вот прекрасную эссенцию, и все, ваша кожа скажет вам спасибо. По крайней мере, на комбинированной коже это работает именно так. Как вы видите, эссенция двухфазная, в ней есть вот этот вот верхний кремовый слой и нижний чайный, как я его называю, слой. И перед использованием вам нужно вот эти вот слои смешать, и в результате эссенция обретает вот такую вот консистенцию легкого белого молочка. Эта эссенция лично для меня обладает одними сплошными плюсами. Во-первых, в ней нет какой-то ярко выраженной отдушки, она прекрасно впитывается в кожу, она не забивает поры абсолютно, она прекрасно кожу увлажняет, при этом придает ей естественное сияние, свечение. Кожа после этой эссенции выглядит супер красивой, супер здоровой. Если честно, я даже заметила, что после того, как я начала использовать этот продукт, у меня мелкие высыпания на лбу начали проходить. Я не знаю, с чем это связано, это не прямая функция эссенции, но именно после этого продукта лоб у меня стал намного чище. Эссенция подходит всем типам кожи, и ее даже можно использовать в качестве базы под макияж. Стоит сейчас вот такая эссенция в России 4190 рублей, это вообще не бюджетно, это вообще какая-то невероятная стоимость, потому что я брала ее в Ташкенте, и в Ташкенте она стоила, по-моему, 240 тысяч сумм, и если переводить эту стоимость в рубли, то это будет где-то 1400-1500 рублей. Ну вы понимаете, 1500 рублей и 4200. Просто разница колоссальная. Возможно, мне просто не повезло, я нашла какой-то магазин с такой вот бешеной наценкой, но даже в золотом яблоке эта эссенция со скидкой стоила 3669 рублей, без скидки она стоила 5000 с чем-то. Стоимость меня просто в шок вводит, вгоняет, я не знаю, может быть, есть магазины, которые продают ее подешевле, но вот если вдруг вы найдете магазин, который продает ее подешевле, попробуйте. Вот эссенция просто что-то невероятное. И пятый продукт в моем хит-параде это крем для кожи вокруг глаз от бренда Purito. Здесь в составе у него содержится 49% экстракта центеллы азиатской, комплекс из 4 видов пептидов, пантенол, гиалуроновая кислота и аденозин. Крем имеет среднюю консистенцию, прекрасно распределяется по коже, отлично впитывается, не оставляет после себя чувства липкости, он прекрасно увлажняет кожу под глазами, визуально разглаживает мелкие морщинки, конечно с глубокими морщинами он не справится, но если вдруг вы начали замечать, что появляются какие-то мелкие такие вот морщиночки, с ними он визуально справится. Этот крем от Purito подходит даже для чувствительной кожи под глазами, то есть он максимально комфортный, он не вызывает никаких раздражений и жжения. У него прям хороший объем, здесь целых 30 мл, и сам крем расходуется суперэкономично, потому что для вот этой деликатной зоны под глазами нужна прям маленькая горошинка крема. Стой сейчас вот такой крем 1500 рублей, и если вы искали крем для кожи под глазами, присмотритесь к нему, я думаю, что он тоже вам понравится. Вот они мои 5 самых любимых средств среди корейской уходовой косметики. Обязательно рассказывайте в комментариях, какие у вас самые любимые средства, а также расскажите, какие у вас самые любимые корейские бренды есть. Ну и как всегда, вы можете оставить абсолютно любой комментарий, просто для того, чтобы поддержать меня, поддержать это видео, и чтобы его увидело намного больше людей. А я говорю спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, я надеюсь, что оно вам понравилось, я надеюсь, что оно было для вас полезным. В знак того, что оно вам понравилось, обязательно под ним поставьте лайк, а также не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Эти действия, правда, очень сильно помогают продвижению канала. А с вами была я, Даша Тудей, и мы скоро обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok